МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Время новостей МИАС. С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Валентин Ефимов. Смотрите сегодня в выпуске. Трубы починили, дорожки посыпали. Глава округа Геннадий Васьков выслушал проблему миясцев и предложил пути решения. Они победили рак. Южноуральские дети, которые перебороли онкологические заболевания, готовятся к всемирным соревнованиям. Скоро Пасха! Миясцы учатся искусно расписывать яйца. Глава города лично познакомился с проблемами миясцев. Не так давно на встрече со старшими по домам активные жители попросили главу помочь решить проблему с газовыми трубами. Геннадий Васьков решил провести выездную встречу. О том, что волнует жителей, расскажет Ирина Горностаева. Вот так выглядит газовая труба одного из домов в Машгородке. Ржавчина опасна, она ее просто разъедает. Жители не могут добиться покраски годами. Людмила Макарова показывает кипу бумаг. Вот подписи одних, а вот других. Уже и сама запуталась. Сначала не могли разобраться, в чьей собственности эта труба. Потом просто отвечали, что нет средств. Рассказывает старшая по дому. К нашему дому уже больше 25 лет. И вот трубу красили только когда сдавали дом. Все, больше, куда мы только не обращались. Сегодня Людмила Макарова о проблеме рассказала главе МИАСа Геннадию Васькову. Он лично выехал на адрес и убедился в актуальности вопроса. Схожа ситуация и на другом адресе в Машгородке, на Добролюбово. Туда глава также заехал. Посмотрели, насколько там действительно глобальные проблемы, что можно предпринять, чтобы эти проблемы решить. Я полагаю, что решение вопросов есть. В общем-то, особых усилий для этого прилагать не надо. Просто надо планово делать то, что должны делать в случае организации, то, что должны делать те организации, предприятия, у которых на балансе находятся сети. Поэтому, я думаю, здесь вопрос будет в ближайшее время решен. Единственное, что, конечно, необходимо наступление нормальных погодных условий. Поступали главе и жалобы о плохой посыпке пешеходных зон. В ходе объезда мы с Геннадием Васьковым прошлись по тротуару, ведущему до горбольницы номер 4. Действительно скользко. Посыпки почти нет. Это подтверждают и прохожие. Ну да, скользко. Конечно, скользко. Оттуда идешь вообще на этих напрямых ногах, чтобы не упасть. Отвратительно везде. Вчера поступила жалоба о том, что не подсыпана пешеходная дорожка. К сожалению, сегодня мы это дело увидели, что действительно она не подсыпана. Но я дал поручение, специалисты управления ЖКХ разберутся, почему в данном случае ситуация такова. Завтра с утра доложат. Мы будем предпринимать меры и воздействие на тех, кто не выполняет свои обязанности. Ну и, соответственно, приводить территорию в порядок. Напомним, свои насущные вопросы можно адресовать главе и специалистам администрации в группе ВКонтакте «МИАС. Люди и дела». Обращайтесь, и вам обязательно ответят. Ирина Горностаева, Юрий Карпов, ОТВ. 21 марта – День человека с синдромом Дауна. И именно сегодня южноуральские дети с особенностями развития провели совместную тренировку с профессиональными спортсменами. Некоторые из которых принимали участие в Олимпийских играх. Прошла она на горнолыжном центре «Солнечная долина». Малыши показали свои достижения на одном из склонов курорта. Результатом сегодняшних тренировок стала работа в рамках спортивного коммуникационного лагеря «Шаг вперед». На склоне побывали и мы. Сыну Елены, Александру, 8 лет. Саша находится на домашнем обучении. В какой-то момент Елена решила, диагноз «аутизм» не должен стать для семьи поводом сидеть дома. Поездка в такой лагерь – это значит выйти из четырех стен и приобщиться к чему-то очень удивительному и увлекательному. У детей каждый день коммуникативные группы, они все вместе общаются с тьюторами, со всеми. Поэтому это большая возможность для них научиться общаться, научиться взаимодействовать, играть, что очень для нас важно. Сегодняшняя тренировка на склоне Солнечной долины проходит в рамках программы «Лыжи мечты». Профессиональные спортсмены решили помочь детям и провели несколько уроков на свежем воздухе. Идет серьезная подготовка к РФГ. РФГ – это российский фестиваль фристайла. И ведущие спортсмены сегодня оказались здесь, на нашей площадке. То есть они с нами, нас всегда поддерживают. Специалисты общественной организации помощи детям «Открытое сердце» рассказывают, для того, чтобы дать толчок в развитии детей, необходимо развивать их физически. Организм мобилизует все силы. Малыши, которые до начала тренировок не разговаривали, уже на пятом занятии могли контактировать со своими тренерами, рассказывает председатель областной общественной организации «Открытое сердце» Елизавета Кириллова. Для кого-то, кто находится на домашнем обучении, им было очень трудно приходить в кафе, например, кушать за столом со всеми. Сейчас они приходят, спокойно сидят. Другие дети, которые, допустим, очень ограниченный круг продуктов использовали дома, они стали больше кушать. Кто-то, кто вообще раньше не мог ходить на большие расстояния, у нас есть самый маленький участник лагеря, без проблем. Две лыжные тренировки в день и еще километр пешком. Ребенок ходит с удовольствием, к большому удивлению. Мама, мама просто в шоке. А мы видим, что у ребенка прекрасный потенциал. Нужно просто поддержать маму и дать ребенку импульс роста при поддержке опытных педагогов и инструкторов. Дети с синдромом Дауна очень быстро устают и теряют внимание. Поэтому педагоги стараются чередовать занятия и отдых как можно чаще. Специалисты открытого сердца по своей инициативе обратились в Челябинский педагогический университет на факультет инклюзивного образования. Студентам рассказали о проекте и предложили присоединиться к нему в качестве волонтеров. Пройдя обучение, будущие педагоги познакомились со своими подопечными, которые закрепляются за каждым отдельно. Такой подход позволяет индивидуально работать с каждым малышом. До заезда в лагерь волонтерам приходилось практически каждый день приезжать в семью ребенка, знакомиться с его привычками, любимыми мультфильмами, музыкой и игрушками. Это необходимо для того, чтобы составить представление о характере ребенка. Ведь для того, чтобы подготовить программу занятий, педагогу необходимо понимать, чем мотивировать малыша с особым диагнозом. Детям, как правило, менее интересно, какие-то скучные игры, когда надо ждать очереди, когда необходимо где-то физически много делать. И мы показываем, что это весело, что это всем нравится, и что, участвуя с нами в таких играх, дети получат какую-то отдачу приятную, эмоциональную. После занятий вновь свежий воздух развивающие игры проводятся с участием аниматоров. Здесь вновь физические нагрузки, но не такие, как на горнолыжном склоне. После завершения зимней программы тех тьютеров, которые зарекомендовали себя как надежных, грамотных и перспективных педагогов, отправят на обучение в Москву. Впрочем, организаторы проекта планируют зайти на площадку образовательных школ, ведь основная цель – это подготовка детей с особенностями развития к учебе в обычных школах и их социализация. Валентин Ефимов, Андрей Назарук, ОТВ Они победили рак. Южноуральские дети, которые перебороли онкологические заболевания, готовятся к всемирным соревнованиям. Учатся плавать, играть в футбол и настольный теннис. Многие из них выходят на спортивную площадку впервые после болезни. О маленьких героях расскажем прямо сейчас. Отдавать пас и финтить на поле тренер учит Артема Книза. Мальчик любит играть в футбол, активный, жизнерадостный и много улыбается, рассказывает об Артеме его мама Елена. Всего год назад ребенку удалось победить развитие онкологической болезни. В шесть лет врачи у мальчика диагностировали лейкемию – рак крови. Два года Артем проходил лечение в областной больнице. Химиотерапия, сотни уколов и таблеток. Он мало общался с ровесниками, почти не гулял. И теперь, когда болезнь в прошлом, Артем снова ходит в школу. Сейчас он в третьем классе. Он любит, конечно, общаться, потому что бывает и сидим дома. Особенно вот сейчас опять сидим дома. Но когда если вырывается на улицу, то сразу отрывается по полной. Любит общаться, любит заводить новых друзей. Он ходил на физкультуру, он освобожден от норм ГТО, но на уроке он наравне со всеми. В секцию мы его записали. Артем готовится к всемирным играм победителей. Это соревнования для тех, кто преодолел онкологические заболевания. Соревнования пройдут в августе в Москве. Выступят бегуны, пловцы, шахматисты. Еще будут турниры по футболу, стрельбе и настольному теннису. А участники приедут из 16 стран. Наш регион представят 10 детей. Их выберут на региональном этапе летом. Причем не по спортивным результатам, а путем жеребьевки. Принцип «главное участие, а не победа» – это как раз про эти соревнования. Здесь не важно, как быстро ты бегаешь и высоко прыгаешь. Главное, что у каждого есть большая победа. Победа над болезнью. В 50-метровку Павел Астанин проплывает меньше, чем за 30 секунд. Плаванием 19-летний парень занимается с детства. И в прошлом году представлял регион на всемирных играх победителей. Он тоже смог одолеть онкоболезнь. Пять лет назад ему поставили диагноз – рак головного мозга. После нескольких лет лечения Павел смог добиться ремиссии. Выйти из больницы в полную меру не могу вернуться к спорту. Из-за того, что мне нельзя испытывать нагрузки такие, которые я мог испытывать до этого. Я занимался плаванием. У меня даже есть юношеский разряд, второй лу. Вообще я просто посещаю тренажерный зал. А это наш миасский парень Олег Морозов. На турнике любит заниматься в любую погоду. Он гимнаст. И несмотря на год химиотерапии, гипс до операции, ортез после операции и эндопротез не бросил тренировки и с легкостью крутит обороты на турниках и брусьях. Раньше, когда до болезни, мы занимались компашкой, сделали сборы всякие на турнике. Но сейчас уже стало меньше людей тренироваться. Сейчас вот с другом больше, ну, это кто остался, с ним тренируюсь. Было такое, что был гипси, мы шли из дома, по пути был турник, я зашел, гипси крутил, мне ничего не мешало. Подготовиться к всемирным играм победителей помогает благотворительный фонд «Искорка». Волонтеры уже договорились с крупным спортивным центром, чтобы им предоставили площадку для подготовки к состязаниям. Сейчас идут переговоры с другими спортзалами. Участвовать могут дети и юноши до 23 лет. В соревнованиях в региональном этапе могут принимать участие как дети, так и их братья и сестры, которым тоже интересно принять участие, потому что это не просто соревнования, это самый настоящий праздник жизни. Дети очень веселятся. И когда они болели, они приобрели много друзей в больнице. Когда они встречаются снова со своими старыми друзьями, и они уже видят их по-другому, не так, как в больнице. Игры победителей – это символ надежды для всех, кто борется со страшной болезнью. И реабилитация для тех, кто ее преодолел. Подать заявку на участие в региональном этапе можно в фонде «Искорка». Там же сообщат, где и когда пройдут следующие подготовительные занятия. Ирина Горностаева, Ирина Гончаренко, Артем Большаков, Юрий Карпов, ОТВ. Совсем скоро Пасха. Православные по традиции будут печь куличи и красить яйца. У каждой семьи свой секрет. Кто-то использует то, что есть дома, например, луковую шелуху. Кто-то покупает специальные краски и наклейки. А творцы из Дома народного творчества планируют создать настоящие шедевры. Ольга Ахатова – лауреат конкурса «Урал многоликий». Сегодня мастерица делится своими знаниями о росписи яиц. Такое необычное искусство зародилось еще в Древней Руси, но со временем, как и многоисходно русское, к сожалению, забылось. Благодаря таким мастер-классам Ольга пытается возродить утраченное искусство. По традиции они считались письмами к Богу. То есть это достаточно сакральное древнее действие, именно женское, таинство, домашнее обережье. Слава Богу, что оно до нас дожило, и мы пытаемся его возродить, вернуть в каждую семью. Потому что когда встретили одну бабушку, ей вот сейчас, наверное, уже 90, даже не знаю, жива она, нет, но она когда своей внучке передавала это искусство, она говорила, да писанки писать, чего проще, это же как щи варить, это каждый умеет. Сегодняшний мастер-класс работает в рамках проекта «Каждому делу свое время». Это цикл семинаров по декоративно-прикладному творчеству. Приглашенные мастера делятся своим искусством. Уроки славянской писанки в Миасе проходят уже второй год. У нас всегда семинары проходят с 13.00, третья среда, и лучше приходить прямо к самому началу, чтобы сразу с мастером пошагово выполнять все, что нужно. Но те, кто не успеют и по каким-то причинам не смог сегодня к нам присоединиться, дополнительно мы объявим, у нас будет еще вечерка, немножко другой формат, где мы пригласим опять же Ольгу, это пройдет в Доме народного творчества, и все, кто не успел сегодня писать славянскую писанку, смогут это сделать немножечко позже. Узнать о дополнительных мастер-классах по славянской писанке можно, обратившись в Дом народного творчества по телефону, указанному на экране. Курсы «Основ компьютерной грамотности для пенсионеров» пройдут в Миасе, обучат стандартным программам и помогут разобраться в социальных сетях. Наших бабушек и дедушек теперь можно будет найти в Одноклассниках и на госуслугах. Нина Ганеева – одна из тех, кто уже прошел эти курсы. Ей хотелось выучить несколько программ, зарегистрироваться в социальных сетях и в Скайпе. Дело в том, что дети давно выросли и разъехались по разным областям. Они часто звонят по телефону, но этого недостаточно, да и обходится дорого. А ведь хочется посмотреть на родных и увидеть, как растут внуки. В этом может помочь видеосвязь. Мне давно предлагал сын. Давно. Но я все время отказывалась. А потом, когда поняла, что я просто боюсь, жизнь, ну как бы все меняется, все улучшается. И вот наше поколение, конечно, с опаской подходит. Незнакомая вещь. У меня есть такая фраза, что жалко, я рано родилась. В мае 2018 года неработающие пенсионеры вновь смогут пройти бесплатные курсы компьютерной грамотности. Группу уже набирают. Работа с внешними носителями, работа с текстом, интернет, мобильный доступ. Все это пенсионеры должны будут усвоить за два месяца. И каждый сможет пользоваться сайтом госуслуги, чтобы, к примеру, записаться к врачу. Все вопросы можно задать в комплексном центре социального обслуживания населения. По телефону 52 75 20. У меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны на сайте 1obl.ru, а также в группе ВКонтакте телевидения МИАСА. Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25 00 55. Спасибо, что были с нами.